Всем привет! Сегодня я покажу, как выглядит изнутри пылесос Makita VC2512L. Я буду менять двигатель. Вот это старый двигатель. Это уже болтается. На новом такого нет. Двигатели идентичны, но есть небольшие отличия. Оба сделаны в Словении. Здесь, если присмотреться, вон видно, Словения. Фирма Domel. И здесь тоже Domel, но и артикул тот же, но сам текст немного отличается. И на этом новом двигателе есть наклейка. Наклейка на китайском языке, но если ее перевести, навести телефон в гугл-переводчик, то здесь тоже написано, что сделано в Словении, что это двигатель. И это как бы не левый двигатель, это официально куплен у Makita. То есть поставляет такие двигатели Makita. С двигателем сразу идет две новых резиночки, прокладки резиновых. На одной почему-то написано три даты, три года, 13, 14 и 20. Это, видимо, ее артикул. А на второй 2014. И сразу идут два провода. Пылесос мы принесли, он не включался. Я проверил выключатель, проверил кнопку, проблема именно в двигателе, двигатель не запускается. Вот так в пылесосе выглядит электроника. Выключатель на три положения. То есть выключено, включено и включено при работе от инструмента. Если здесь есть розетка, в розетку подключить инструмент в этом режиме. Когда мы включаем, например, перфоратор или штраборез, начинает включаться пылесос. Отключаем инструмент. Через какое-то время пылесос останавливается. Внутри. Комбенсатор. Компания Искра. Розеточка. Компания, если по-английски читать, пеха. Обычная розетка. С заземлением. И вот такая плата. Так плата выглядит с обратной стороны. Кстати, на плате есть вот такие разъемы. И написано, что это сервис. И программировать. То есть куда-то можно какой-то программатор ее вставлять и что-то считывать. Смотри. Не знаю. У Макиты вряд ли это есть. Потому что пылесос этот делает, по сути, не Макита. Это компания Nilfix. Здесь у нас это нижняя крышка. Сюда фильтр одевается. Обратите внимание на эту часть. И вот верхняя крышка. Они вот так одеваются. Собираются. И короче, по идее, есть модель пылесоса, где шланг собирается. Сюда вставляется такое колесо, на которое наматывается питающий шланг. В этом пылесосе этого нет. И получается это просто пустое свободное место. Еще один момент. В отличие от других пылесосов, здесь нет вообще никаких поролоновых прокладок и прочего. Чисто все пластиковое. Ну давайте собирать. Сначала вот эту резиночку вот сюда. Потом вторую резиночку надеваем на двигатель. Здесь, кстати, есть вот такие вот выступы. Как раз вот под эти места. И двигатель располагаем примерно вот так. То есть вот где вот эта ямочка, чтобы сюда выходили контакты вот эти. Для чего? Потому что когда мы накроем сверху крышку, то вот здесь специально под эти провода выступ. И не забываем, здесь для снятия статики есть вот такой кабель заявления. Он у нас вот сюда заходит. В коруживании. Здесь он стоит. И когда мы закроем крышку, он там тоже в отверстие выйдет. Продеваем все провода. Сначала вот заведем двигатель, но теперь вот этот статик вот там выпадает. Сначала пружинку. И его. И закрываем все это дело. Все вот видите вот это. Контакт. 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 100 статок. 500. 500.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Ну и закручиваем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нам надо закрепить наш кабель, кабель питания, здесь есть такая штука... Я уже не помню, как-то она... Да, вот так... Вот так... Вот здесь... Вот так навязано, я уже забыл, если честно... Вспомнил я вот так... И... Зажимаем... Все... Теперь он никуда не денется и закручиваем на два самореза... Есть... Кнопка вот эта для сброса... Она... Вот вот сюда... Ставится... Плата... Сама плата... Устанавливается вот на это место... Вот так... Ну а теперь нам нужно просто поменять вот эти провода... Сейчас... 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 И второй... И... Заземление... Теперь... Здесь был специальный клеймник... И... Вот... Соединил... Вот... Так... Он выглядит... Просто... Потом... Защелкивается... Все... И... Зажимается... Ну... Типа... ВАДА... Только... Какой-то... Свой... Типа... Честно... Я таких... Не встречал... Когда... Занимался... Электромонтажом... Вот... Вот... И... Все... Защелкнулся... На нем написано... АМП... Теперь... Все это... Закрываем... В верхней крышке... Сейчас... Ее... Почищу... Вот... Такая... Крышка... Давайте... Кстати... Сделаем... Кратковременное... Тестовое... Включение... Вдруг... Оно... Не работает... Все... Отлично... Крышка... У нас... Закрывается... На... Защелках... А... Потом... Закручивается... Через... Ручку... Короче... Укладываем... Провода... Чтобы они... Максимально... Нам не мешали... Куда-нибудь... Вот... Сюда... Чтобы... Вот... Эта... Крышка... Отстала... Видите... Идеально... Она... Стоит... Ничего... Нам... Не мешает... Короче... Наша... Задача... Чтобы... Вот... Эти... Вот... Части... Не... Попали... Вот... В... Эти... Пазы... То есть... Еще раз... Устанавливаем... Ну... И... Так... Жил... Чтобы... В... Задней... Попали... В... Свои... Направляющие... Вот... Вот... Все... Должно быть... Идеально... Такое... Залость... Это... Не так просто... Сделать... Тр... 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 закрыли крышку и соединяем точнее закручиваем ручку вот такая ручка на два самореза 5 на 18 тоже под торкс сверху закрываем такой защелкой это просто обычная защелка но ребята видимо она у них отваливается закручивать отсюда вот такие болты чтобы здесь расширялась держалась расклинивалась хотя и так нормально держится но раз болты были вернем на место сбоку здесь есть место должна быть там пороломка или нет защелкнули снизу ставится вот такое как сказать не знаю крыло и девается фильтр что-то 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 Пылесос готов, проверяем. А потыки мне в эту кнопочку. Подержи. Сделано в Венгрии. Сделано в Венгрии. Сделано в Венгрии. Сделано в Венгрии.